Крылова Инна Алексеевна В дальнейшем где-то около года проживала в Москве на Автозаводской улице И сейчас у меня квартира с 2003 года по сегодняшнее время в городе Ходьково, Сергеево-Посадского района Московской области Вот имея 10 лет эту квартиру, регулярно выплачивая квартплату, я все вот это время, все 10 лет я не могу в ней проживать У меня семья, я имею дочь, 81 года рождения Значит, история нашей семьи, это достаточно страшная история В общем-то, когда людей совершенно не заслужены, людей, которые никогда не были судимы, не нарушали закона То есть это была семья прекрасно социально адаптированная Значит, в общем-то, полезная общество, работающая, учащаяся И вот с ней в Краснознаменске случилось вот это великое горе То есть ее взяли на облучение Это случилось в 1998 году Значит, моей дочери Елизавете было тогда 17 лет Она, девочка была такая совершенно здоровая всю жизнь Умная, талантливая Значит, вот в 15 лет она поступила, учащаясь в лицей номер один города Краснознамска имени Германа Степановича Столова Она поступила в школу юного журналиста при МГУ Затем, окончив эту школу, она работала в детской газете «Глагопренка», где печатались ее заметки И уже в 16 лет она уже даже сделала свою маленькую такую карьерку Она, значит, стала работать на ТВ, это авторское телевидение, затем на НТВ Она делала сюжеты, и уже вот в этом возрасте у нее шли сюжеты по центральному телевидению То есть нормальная такая, талантливая девочка Вот, и в 98-м году, значит, мы ничего об этом не знали, не подозревали, никогда не слышали Вдруг стали происходить такие вот изменения Я вот хочу немножко зачитать Из вот тех жалов, которые я писала О своей дочери, молодого, абсолютно здорового человека, начинает жестко облучать В квартире резко меняется экология, появляется электросмог, там невозможно находиться Елизавета теряет силы, буквально тает на глазах Через полтора года врачи ставят ей серьезный диагноз и предлагают инвалидность Картина болезни атипична, подтверждена документально В крови Елизаветы нет даже воспалений Но у нее болят все суставы, она не может двигаться Врачи ставят диагноз – полиартрит Начинаются резкие гормональные скачки Это также атипично, поскольку гормональные нарушения, как болезнь, проявляются с детства И имеют определенный, строго направленный характер А вот для молодого, облучаемого человека Сбивка гормонального фона как раз и характерна Я считаю, что это бесчеловечное преступление На которое пошел какой-то неизвестный нам пока врач-преступник Можно сравнить по жестокости лишь с пытками в фашистских фонслагерях Я хотела разобраться Обращалась с письменными заявлениями в прокуратуру, отдел ФСБ, города Краснознавицка, где мы проживали и другие инстанции Все вот эти годы, около 30 лет, я проработала в исковой части У меня высшее образование Последнее время я работала на должности инженера электроника Значит вот, когда вот поступило вот это время, 98-й год и дальше Ситуация эта развивалась, она становилась все более и более страшной Вот произошел такой факт Моих сотрудников неоднократно вызывали в милицию И допрашивали на предмет адекватности моего поведения Сотрудников провоцировали дать против меня ложные показания Но, к счастью, никто на это не пошел И я продолжала работу С осени 2000 года стали направлены облучать именение Постоянно приходилось вызывать скорую помощь Было очень плохо с сердцем Мне казалось, что я умираю С 2001 года моя семья уже не проживала в своей квартире, а только на съемном жилье В 2003 году мы продали свою квартиру в Краснознавицке Переезд семьи в Даниловский район Москвы только ухудшил, к сожалению, наше положение Я вот хочу здесь обратиться в пользу случая Ко всем тем людям, которые будут меня слушать И которые попали в такую ситуацию Конечно, сразу разобраться очень сложно, что происходит На это иногда уходят годы И поэтому я вас призываю никогда не менять место жительства Там, где вы жили, где вас взяли на облучение Там знают вас Могут вас охарактеризовать как человека, как личность А когда вы переезжаете на новое место То вы еще более делаетесь игрушкой в руках обстоятельств Значит, вот Ну, здесь я так вот выразилась Краснознавицкие хищники Передали нас в пользование еще более жестоким московским хищникам В Москве к облучению прибавилась еще и тотальная обработка всех наших вещей Включая продукты питания и предметы личной гигиены Специальным составом по свойствам близким к бензину, но без запаха Он, видимо, способствует электропроводимости и лучшей работе с микрочипами 15 июля 2003 года я обратилась в Даниловское отделение города Москвы с жалобой на применение к моей семье отравляющих веществ и излучения Я находилась в приемном отделении милиции Даниловская Когда была вызвана бригада психиатрической скорой помощи В тот же день я была помещена в психиатрическую больницу номер 13 города Москвы Я пробыла там 40 дней Был суд, на котором я не присутствовала Так же, как и какие бы то ни было представители и родственники с моей стороны Им даже не сообщили о моем нахождении в ПБ Диагноз поставил точку в моих попытках защитить свою семью Таким образом, при помощи карательной психиатрии было сокрыто преступление, совершаемое против моей семьи С подробностями этого дела, далеко не расследованным до конца, можно ознакомиться в моем заявлении в Европейский и Страсбургский суд по правам человека от 2007 года И хотя сейчас у нас уже 14-й год, дело все еще находится в очереди, на рассмотрении Постановка мне психиатрического диагноза окончательно развязала преступникам руки В настоящее время моя семья не может проживать в своей квартире, которая буквально брошена на произвол судьбы и используется криминалом по своему усмотрению Проживая на съемных квартирах, мы также подвергаемся жесткому облучению и водействию на организм отравляющих веществ В виде отравляющих газов и распыляющих составов отравляющих веществ, которыми обрабатываются все наши личные вещи, предметы быта Кроме того, отравляющими веществами обрабатывается и вода в месте нашего проживания В результате этих жестоких и беспрецедентных действий здоровье нашей семьи с каждым днем ухудшается Обратиться же за медицинской помощью мы не можем Результаты анализов и обследований фальсифицируются И мы не можем знать, происходит ли эта фальсификация на уровне указаний главврача Или же на уровне дачи взятки медсестре, осуществляющей заблок крови Или прием еще каких-либо анализов Я могу с уверенностью говорить о фальсификации Поскольку анализы, сделанные при помощи моих знакомых в медицинской сфере И консультации частным образом у профессоров Исключают те блестящие анализы, которые выдают нам в поликлинике И даже исключают какую-либо положительную динамику в развитии заболевания Мы нуждаемся в независимом медицинском обследовании Как врачей общего профиля Так и в консультации и обследовании таких специалистов, как токсикологи и радиологи На мой взгляд, это преступление можно квалифицировать как продажи людей На жесткие опыты в сфере биомедицины Запрещенные законом, приводящие к потере здоровья и гибели испытуемых Значит, ну что я еще хочу сказать, добавить Знаете, вот действительно, человек очень долго разбирается в этой ситуации И он теряет здоровье И практически он уже не может сопротивляться Он погибает И вот когда я узнала, что не только одна я этому подвергаюсь А также многие люди То у меня возникло много вопросов Вопросов к правоохранительным органам, к нашим государственным органам Как вот это может происходить У нас сейчас на дворе 21 век Понимаете, а это же вот настоящее рабство Просто берут людей Просто берут людей и их убивают Например, когда преступник сидит в тюрьме Он может подать апелляцию Этот преступник каким-то образом может доказывать свою правоту Он может говорить, что плохо его содержат Что что-то делают не так И это разбираются У него есть адвокат То есть практически он имеет гораздо больше прав, чем люди такой категории Вот в которые попала моя семья То есть практически эти люди, не совершившие никакого преступления Они полностью лишены всех конституционных прав И непонятно, каким образом это может происходить То есть они лишены права на жизнь, на здоровье На поправку своего здоровья На какие-то медицинские обследования Они лишены возможности жить в своем жилье Они вообще не имеют никакой личной жизни Вся их личная жизнь выплескивается, обливается грязью То есть идет еще программа какого-то морального подавления человека То есть это натуральное рабство Причем в этой сфере почему-то совершенно нет никакого контроля То есть эта сфера, мне кажется, должна быть еще более контролированной Чем, например, даже сфера тюрьмы или преступности И поэтому вот очень много возникает вопросов Неужели, например, вот наши ученые могут вот так поступать? Это что же за люди? Что у них за психология? Вот возьмем, положим меня Я вот мать-одиночка Конечно, это незащищенная социальная группа населения Были очень тяжелые времена Экономические и прочее Но все-таки надо же как-то все-таки иметь сердце Это какие-то бездушные люди Вот мы, например, говорим Вот чурки там, вот понаехали к нам чурки Это люди там, положим, из других стран, которые работают у нас Но не чуркали, не чуркили эти наши чиновники Это же чурки действительно от глазами У них нет сердца У них нет ума Понимаете? Они уничтожают то лучшее, что есть в нашем государстве Вот взять, например, мою дочь Моя дочь, она не наркоманка Она не алкоголичка Она умная, талантливая девочка с высшим образованием Почему? Лишили ее будущего Лишили возможности завести семью Иметь детей Как матери мне очень больно Как можно так вот истязать мать в течение стольких лет? Я просто не могу пройти больше Вот мне хотелось бы, чтобы объяснили Почему в нашей стране вот такая существует категория людей Которая как бы вообще существует вне правового поля То есть те же самые операторы Они имеют выходные, имеют праздники, имеют отпуска Почему-то вот эта категория людей, она ничего этого не имеет Наоборот, в праздничные, в выходные дни, в отпуска Еще больше с ними работают То есть вообще никакого нет продыха Вот операторы хотят наживаться Ведь если что-то, какое-то явление существует у нас То, наверное, это непросто За всем этим кроются деньги И кто-то получает за это деньги Вот хотелось бы посмотреть в глаза этим людям Которые не стыдятся совести своей Своих детей не стыдятся Не думают о будущем своей страны Которые именно вот получают деньги таким образом Я уверена, что у них тоже есть дети Вот что они оставят своим детям Давайте вспомним известное евангельское выражение Когда сказано, что из одного и того же источника Не может идти чистая и грязная вода Что эти люди могут дать нашему обществу И даже своей семье, своим детям Они осознают, какой они именно источник Что они делают Что они разносят Что они дают обществу Что они могут дать своей семье Вот я хочу сказать еще Что ситуация вот с этой группой людей С этой группой таких людей, как я, как моя дочь Она критическая И если никто нам не поможет То просто эти люди, они обречены на деньги Берите внимание на эту сферу Мы, матери, умоляем вас Чтобы не погибали наши дети ни за что Которых мы растили в таких трудах В честных трудах Можно сказать, праведных И почему они должны погибать в родной стране Почему это происходит Ну, наверное, как-то нужно разбираться И я знаю, что и на международном уровне Уже есть такие попытки Такие программы разобраться Ну, нельзя вот это пускать на самотек На такую жуткую безнаказанность Ведь это же практически Вот буквально фашистская политика На мой взгляд Вот взгляд матери Вот, ну, мне бы хотелось Чтобы в мире было Как можно меньше материнских слез Ну, на этом я хочу и закончить Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok